Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Криптофатеев и последние новости за 24 часа. Обзор ситуации по альтам, почему растет трон и, соответственно, прогноз биткоин. Хочу сделать сразу ремарку, выпускал прошлый видеоролик, а именно прошлое видео на канале по поводу того, что консенсус, все пропало, все провалилось. Я так понимаю, что с сарказмом и шутками у людей туго, да, с чувством юмора. Я в то же время понимаю и хочу на это надеяться, что в большинстве случаев у меня адекватная аудитория на канале. Это подтверждает обратную связь по лайкам. Я вижу, что большинству людей нравится то, что я делаю и, соответственно, этим людям уважение. Вторая ремарка это по поводу рекламы на канале, AdWords, вот эти копейки, которые капают с контекстной рекламы. И учитывая то, что вы ни на одном моем видеоролике и в будущем не найдете рекламу ICO, это я вам на 100% говорю. А вот эти деньги, которые идут с рекламы, они вообще копеечные. Это, во-первых. Во-вторых, вы же не знаете, куда они пойдут. Да, вы меня упрекаете, почему в видеоролике реклама наставлена. Вы же не знаете, куда пойдут эти деньги. Эти деньги пойдут в детский дом, чтобы вы знали, да, чтобы там кто-то не умеет писать конструктивную критику, да, не умеет конструктивно общаться с автором, давать обратную связь, чтобы вы знали, что эти деньги идут в детский дом. А за всю свою жизнь вы вообще там помогали детям, вы занимались благотворительностью. А трейдеры, которые рекламируют скам-проекты на своем канале, они вообще там в детский дом ходили? Нет. Они только думают о собственном обогащении. Вот, поэтому необходимо просто задуматься, почему у автора на канале, на моем, да, нет рекламы ICO, но есть контекстная реклама, да, нужно над этим задуматься и нужно все-таки писать иногда конструктивную критику и думать головой, почему автор в прошлом видеоролике назвал такой заголовок огромный, да, что консенсус все пропало, а в видеоролике я сказал обратное. А в видеоролике про биткоин я сказал то, что если вы имеете слабые нервы, если вы вложили последние финансы в криптовалюту, не нужно ныть, не нужно ныть, потому что биткоин с каждым годом показывает именно рост. Конструктивной критики я не услышал, я только услышал оскорбление в свой адрес, поэтому те, кто будут оскорблять, они будут сразу улетать в бан, потому что на этом канале будет работать девушка, и она уже работает, девушка-модератор, которая будет все это модерить, потому что все говно, которое выливается в видеоролик, это тонны говна и прочего спама, спама ICO от других людей под видеороликом в комментариях, ну это просто не перечистить ни одному, и у меня времени не хватит, потому что этот канал у меня не основной заработок, Поэтому если вы думаете, что с этого канала я за контекстную рекламу имею миллиард долларов, вы очень сильно ошибаетесь. Ну да ладно, это такой разбор полетов, я думаю, что в большинстве случаев я посмотрел аналитику своего канала, то что меня смотрят 22 года-34, я думаю, что это люди уже с головой, они все поймут, они все знают. А те люди, которые там не понимают или которые все-таки имеют какую-то злобу, я вам советую отписаться, идти к людям-трейдерам, которые рекламируют ICO, смотреть их рекламу и их обогащение, потому что помимо рекламы ICO, которые там рекламодатели им платят, они еще имеют, кстати, вот эту встроенную рекламу, которая намного больше, чем у меня. Поэтому стоит задуматься, чем вот эти люди потом будут заниматься, будут они заниматься благотворительностью или все-таки будут также рекламить ICO и вы почему-то их говном не будете поливать. Вот нужно об этом задуматься и нужно на это обратить внимание. Но мы продолжаем, такая ремарочка, начнем. По поводу биткоина, значит, по поводу биткоина, вчера сделал, значит, видеоролик, в котором в конце сказал не ссать, то, что биткоин будет все-таки у нас, ну, я не скажу, что это там, как в проруби, он будет болтаться, но он будет на данный момент болтаться около 8-9 тысяч. И вчера я говорил о том, что может вот такой заход быть, может вот такой заход повториться, когда просто в один момент биткоин помпанут. И это, кстати, возможно. Но на данный момент биткоин болтается с 8 тысяч до 9. Я вчера объяснял, почему это позитивно, потому что до этого он болтался точно так же около 6 тысяч долларов. Он был около 6 тысяч долларов, 6 700, 6 600 и, значит, 7 тысяч долларов. Это вот такой, у него был долгий такой тренд. И, соответственно, сейчас так же. Но сейчас, кстати, ситуация более-менее вроде как вырисовывается хорошая. И, значит, будут еще, думаю, свечи. Дойдем до 9 тысяч и там уже будем пробивать. И, соответственно, все-таки в июне месяце, в конце мая уже биткоин, я думаю, покажет рост 10, 11, 12 и так далее. Почему? Потому что следил за западными блогерами. И там один блогер, по этому поводу я потом еще подробнее расскажу. В следующем видео он продал ламборгини непосредственно за криптовалюту. И, соответственно, он зашел в криптовалюту, когда биткоин был около 8 и, значит, правильно сделал. Вот поэтому я думаю, что, в принципе, 8 600, как это я ранее говорил, это вот у нас такая зона, которую нужно пробить. И потом идем на 9 тысяч, пробиваем 9 тысяч, это уже приходит, значит, такой положительный бычий тренд, который имеет место быть на рынке. Почему я так решил? Потому что объемы на рынке с начала недели, с начала вчера у нас было 12 часов до дня. А начиная с 12 они начинают увеличиваться. Сейчас уже 17,5 миллиардов, в то время, как вчера было там вроде еле 16 и 16,5. Уже потихоньку все начинает отрастать и расти. Что касается Трона, значит, руководитель проекта Трон Джастин Санн считает, что у этой монеты есть все шансы, чтобы войти в топ-3 самых популярных цифровых валют. Кстати, многие из русскоязычного сообщества считают Трон скамом. А замечу то, что в англоязычном сообществе скамом считают байткоин. Почему-то байткоин, кто не знает, криптовалюта, которая поднялась на 18 место после добавления биржи Binance, как я и говорил в своем прогнозе, когда выпускал еще в апреле его. И, соответственно, в случае, если запуск основной сети Mainnet на собственном блокчейне пройдет успешно, то эти прогнозы могут стать реальностью. До сих пор состояние криптовалютного рынка негативно сказывалось на развитии Трону, но сегодня мы увидели то, что Трон начинает такой вроде как хороший рост. И рост может быть дойти до 30% и больше. И я считаю, что это неплохо. В принципе, на данный момент нужно обратить на это внимание. Конечно же, сейчас у нас рынок растет. Я бы не советовал заходить пока что. Вот, на росте рынка я лично сам не захожу и никому не советую. Вы можете делать как угодно вам, потому что это ваши финансы. Второе, это то, что инвесторы начали неделю покупка криптовалюты Биткоина, Эфириума, Рипл. И, соответственно, это все сподвигло на то, что рынок начал потихоньку расти. Все-таки у меня уже есть сомнения, что Эфир вернется на 500 долларов. Это, может быть, многие люди опять-таки меня не понимают. То, что после роста, и особенно если рост огромен, есть огромное падение. Поэтому, если я говорю, что Эфир в конце года будет 3000 долларов, но он до этого вообще-то будет и просаживаться хорошо, чтобы сходить на 3000 долларов. Поэтому, если Эфир покажет сейчас очень хороший рост, он обязательно покажет очень хорошее падение. Кто зафиксируется, тот зафиксируется. Кто успеет. Потому что, как это показывает немного так ситуации, которые, ну, уже были эти ситуации. Например, возьмем Dash или Neo. Neo показывал рост до 150 долларов. Потом, вот сейчас он держится на 64. Dash показывал чуть ли не до 1000 долларов, если мне не изменяет память. И, соответственно, тут говорит о том, что кто зафиксируется, тот зафиксируется. Вот так вот. То есть, как бы, подводитесь вы алчности, да, то есть, она вас съест, и вы не сможете, да, продать по какой-то цене, которая, ну, намного выше, чем вы покупали. Либо вы все-таки будете ждать что-то, выжидать, и в итоге все равно цена откатится, так или иначе. Ну, это рынок, это движение рынка, на это нужно всегда обращать внимание. Что касается законопроекта российского о криптовалютах, то есть, нужно уже ожидать его на днях. Уже завтра, 22 мая, в Госдуме пройдет первое чтение законопроектов о криптовалюте и краудфайдинге. В первом документе закрепляется понятие цифрового поля, второй посвящен краудфайдингу, а третий определит общие условия организации первичного размещения монет ICO и оборота фиатов. С другой стороны, попытка вообще все зарегулировать в цифровом мире является абсолютно контрпродуктивной и нереальной. Этот мир очень быстро меняется, и нам нужно иметь гибкое законодательство, которое определит базовые термины, но они мешают развитию цифрового пространства. Найти этот баланс, наверное, самая сложная задача. Я подвел черту своих слов премьер-министр. На это тоже нужно обратить внимание, на вот это все регулирование. Ну, вообще, вся цель то, что отмывание преступных средств, да, и там всячески финансирование терроризма. Весь этот соус уже всем давно известен и нам давно уже надоел. Что касается Китая, обнаружили, кстати, 421 фейковая криптовалюта, обнаружена Китаем, и в последние годы виртуальные валюты, представленные биткоином, лайткоином, эйтериумом и так далее, постоянно привлекают внимание. Некоторые преступники организовывают финансовые пирамиды и прочие мошеннические схемы под прикрытием виртуальных валют. Часто фейковые криптовалюты становятся причиной серьезных финансовых потерь инвесторов. Ну, и более 60 серверов, на которых базируются сайты этих валют, расположенные за границей, поиски и отслеживания подобных платформ сопряжены со значительными трудностями. Ну, это уже что-то, кстати, говорит, и это говорит о том, что, да, действительно имеет место быть такое количество фейковых криптовалют, потому что сейчас такая золотая эпоха, когда создаешь ICO, хорошо его пудришь, и в итоге все, забираешь деньги и уходишь. И, в частности, это и касается криптовалют, поэтому тут нужно быть осторожным, инвестировать только в проверенные криптовалюты или те криптовалюты, которые обещают технологии, но не обещают много иксов, потому что там, где обещают вам много денег, это зачастую скам, и оно так и является. Кстати, криптовалюты Ethereum рискуют обвалиться из-за котят и креветок. Новость, как это, ну, на мой взгляд, вообще смешная, потому что, как это вообще? Две популярные игры перегрузили сеть транзакций криптовалюты Ethereum, из-за чего пользователи не могут проводить операции с виртуальными средствами. Ну, как отмечается, на портале децентрализованные приложения CryptoKitties и EtherShimFarm заняли первое место и второе, соответственно, по популярности в сети. За несколько недель с момента запуска игры, суть которых в выращивании виртуальных котят и креветок, пользователи потратили на них более 3 миллиона долларов. При этом сеть Ethereum оказалась настолько загруженной, что у 13% начали происходить сбои переводов криптовалюты. Вот. Ну, и, кстати, это тоже такой звоночек о том, что, да, все-таки эфиры, как криптовалюта, которая, типа, выдержит все-все-все нагрузки, не совсем, не совсем, как бы, она себя это оправдывает, да. То есть, криптовалюта, которая имеет некие уязвимости, и эти уязвимости есть у каждой криптовалюты. Вот. И что касается Молдавии, то, что Молдавия реализует проект в солнечной энергетике с помощью криптовалюты, в нем участвует технический университет страны и южноафриканский блокчейн-стартап и ООН. Ну, программа развития ООН и южноафриканский блокчейн-стартап SunExchange планируют реализовать проект по обеспечению солнечной электроэнергии технического университета Молдавии. И SunExchange представляет собой криптовалютную площадку, на которой за токены SolarCoin, а также за биткоины и евро можно будет приобрести солнечные батареи для установления в предприятиях или образовательных учреждениях. Вот. И это планируется передать Молдавскому ВУЗу аренду энергетическую установку общей мощностью 1 мегаватт, и батареи будут установлены на крышах здания университета уже летом и полностью обеспечат его электроэнергией. Ну, в принципе, это очень позитивно, я думаю, дальше читать не нужно. Это говорит о том, что потихоньку технологии развиваются и потихоньку криптовалюты растут. Те люди, которые пишут, что там криптовалюта, да, действительно имеет место быть, инвестировать в криптовалюту, несмотря на ее технологию, да, там, и всех интересуют иксы, конечно же, да, тут я спорить не буду, но прежде всего, если мы берем эфириум, если мы берем перспективность криптовалют, вот, технологию у эфириума есть технология блокчейн, на которой создаются смарт-контракты. Эфириум за счет этого растет и будет расти, и, в принципе, говорить о том, что тут люди инвестируют, чтобы там заработать иксы, да, отчасти это так, но отчасти в эфире есть действительно технология, блокчейн, все в нее верят, и поэтому не нужно говорить, что в эфире нету технологию, и что здесь инвестируют только для того, чтобы заработать иксы и большие деньги. Нет, 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 потому что в эфире есть технология. Ну, в отличие от биткоин кэш, да, или, например, других криптовалют, потому что биткоин кэш, практически повторение биткоина, к нему я негативно не отношусь, но в то же время есть биткоин кэш перспективы роста, это больший блок, да, 32 мегабайта, но так как сейчас загруженности нету, она была в декабре, то смысла блока пока что в этом и нету. Но если этот блок сделали, значит, в принципе, разработчики биткоин кэш и вообще верят в то, что, опять-таки, будет нашествие быков, и тогда транзакции действительно вот этот блок, он выдержит, и, в принципе, биткоин кэш станет такой криптовалютой, которая, если биткоин будет в этом плане уязвим, то биткоин кэш с помощью своего блока выдержит все эти транзакции, и опять-таки пойдет тузему, а тузему неизбежен. Ну, в принципе, это такие вот новости по поводу рынка, по поводу ремарки, прошу там не обижаться, да, не говорить там, что... Вот если бы вообще я не верил в криптовалюту, я бы, наверное, этим каналом и не занимался, да, потому что многие люди просто не терпят какого-то шуточного сарказма, да, не понимают, что такое сарказм, отсутствует чувство юмора, да. Ну, это такая воспитательная беседа, я все-таки, думаю, и призываю задуматься и писать конструктив, иначе без этого, ну, вас никакой автор на ютубе слушать не будет. Ну, а с вами был Криптофатеев, всем удачи и всем пока!